Наши шоу давно закрыли. Меня зовут Экзибит. Поэтому едем в другие страны. Там вам смотреть прокачанные тачки. Поможет вам в этом канал маршинков обзор. Всем привет, народ. Я покажу вам прокачанные тачки. Смотрим сегодня Тюменского Субару. Поговорим с хозяином. Узнаем, что прокачано. И посчитаем вложенные деньги. Меня зовут Виталий. А на сегодняшнем обзоре Субару Импреза 2007 года. Про которую расскажет ее хозяин Кирилл. Всем привет. Кирилл, расскажи пожалуйста, что делалось в этой машине? Менялся мотор, покупались колеса, менялся редуктор, выхлопная труба, стояло дополнительное освещение, дополнительные будильники поставил в салон для того, чтобы сидеть за мотором. Скажи, это что такое? Это фара. На фаре делалось что-нибудь? Нет, фары поменялись на контрактные. Старые помутнели, потрескались. Что значит контрактные? Объясни. Приведена с Японией распилом другой машины. Раньше была она другая, сейчас стоит на этом. Смотри, на Субару стояла. Видишь? Это декоративный крюк для эстетики автомобиля. Для эстетики? А если за него подергать, машина поедет? Проблем. Выполняет полностью функционал свой. Ну а вообще для красоты? Да. Это что такое? Это номер с номерной рамкой. Понятно, но номер нам не интересен. Это эмблема Субару. Вот так вот, ребят, выглядит эмблема Субару. Здесь что написано? Это шильдик СТ, который уже развалился, и нужно поменять. Что означает СТ? Короче, кто знает, что означает шильдик СТ, обязательно пишите нам об этом в комментариях. Это что такое? Это болезнь Субару этих покорений, этих бамперов. Что значит болезнь? Низкие свесы, не подходящие к нашим суровым зимам. Где-то ты поймал сугроб и немножко повредил обвес. Сугробы зимой я люблю ловить, особенно по ним ездить и дрифтовать. Да? Это дополнительное освещение стояло со старыми фарами, потому что они справлялись, чтобы было комфортно ездить ночью в полях. Максимальный комфорт и освещенность дорог предусмотрено в этой машине. И там он, ребят, смотрите, тоже стоят. Как это называется? Дополнительный свет? Да. Пойдем дальше. Расскажи, пожалуйста, про колесо. Колесо стоит 17 диск. Это 17 диаметр. Резина Сайлун. Самая обычная китайская. Летняя. Летняя. Скоро будет зимняя, потому что не за горами снег. Также стоит поставка двухсантиметровая. Ну и декоративный ниппель шип. Это что такое? Вот. Как это называется? Ниппель. Колпачок. Колпачок шип. А вот эта ракета как раз таки является новым трендом у тиктокеров, кто больше их скрутит и заколлекционирует. Поэтому сколько у тебя их осталось? Осталось два из четырех комплектов. Поэтому, ребят, помогаем Кириллу расстаться с этими ракетами. Не надо мне помогать. Если кого вижу в машине, уши откручу. Батя токарь, я тиктокарь. Всем понятно? Это повторитель поворотника. Когда включаешь правый или левый поворот, то вот эта штука начинает моргать. Да. Давай посмотрим в действии. Вот, ребят, она моргает. Buol видео. Играет музыка. Весный ловню. Играет музыка. Весный лов нравится. Играет музыка. Переходим на лобовое стекло. Сразу можно заметить какой-то кругляш. Для чего он нужен? Постучишь по этой штучке, она запиликает на брелоке у хозяина и он увидит. Это ребят, такой лайфхак, если вам мешает машина. И нету номера телефона. Совершенно верно, нету номера телефона, то можно нажать пальцем на эту штуку и постучать. И что будет? Брелок завибрирует, хозяин увидит, что тут и пытается разбить его машину. Это что за история? Это на крылечке. Что написано? Это не полная версия, но в переводе ночной гонщик. Ночной гонщик Кирилл. Вот так выглядит Кирилл. Вот так выглядит ночной гонщик. Это Джонни. Это Джонни, кот Кирилл. Там кто? Уточка с пропеллером. Это что такое? Крышка бензопака. Для чего она нужна? Открываешь, откручиваешь и заливаешь бензин в автомобиль. На каком бензине ездит твоя машина? Ниже 95-го. А почему? Машина будет троять, не ехать, детонировать. Нельзя ниже заливать. То есть машина начинает кашлять, если ты вдруг ее залил. Бензин ниже 95-й пробы, да? Сзади такой же декоративный крюк, на котором написано что-то по-японски. Кто знает японский, расшифруйте, пожалуйста, нам эту надпись. Ну и, конечно же, напишите в комментарии, мы с удовольствием почитаем. А это что? Это выхлопная труба. Такая огромная? Да. А для чего нужна такая огромная труба? Для эффектного звука. Какой звук? Бу-бу-бу. Звук Бу-бу-бу. В общем, звук Бу-бу-бу образуется у нас путем выбрасывания, выхлопных газов, вот в такую трубу, примерно такого диаметра. Примерно, да. Пишите, кто знает, почему есть на некоторых Бу-бу-бу, а на некоторых нет. Загадка. Загадка, да. Тот, кто ее правильно отгадает, первый получит... Что получится? А получит вот такую кепку. Нормально? Нормально? Я его купил. А теперь посмотрим интерьер. Это колонка. Качает? Конечно. Давай. Вторая ручка для открывания дверей. Это локер, который не разрешает открыть дверь, если очень хочется. Электростеклоподъемник. Кирилл, а что это за кнопка? Заглушка-завоска. То есть можно тюнинговать, придумать сюда все, что угодно. Например, подача кофе прям в салон. На водительской двери полный пульт управления всеми стеклами, также локеры и управление зеркалами. Все работает? Конечно, все работает. Вот это что за рычажок? Управление рулевой колонкой вверх-вниз. Я такого еще не видел. Жалко на себя, и от себя не делается. По вылету он не регулируется, только вверх и низ. Это стоят дополнительные будильники на температуру масла и давление масла. В общем, это какие-то технические характеристики, которые обычным смертным не понять. Это елочки-вонючки. Правда, вместо елочек здесь деревяшки-богремушки. Это козырек, в котором предусмотрено зеркало. Привет! Это зеркало заднего вида, и сзади висят дополнительные елки с разными ароматами. Есть сабвуфер, но добраться до него сейчас, к сожалению, нереально. Возможно, в следующих выпусках покажем вам сабвуфер. Вот такой автомобиль, ребят, под названием Subaru Impreza бороздит просторы Тюмени. Поэтому, кто будет в городе Тюмень, вот эту машину здесь можно безо всяких усилий повстречать на дорогах. И показал нам ее сегодня ее хозяин Кирилл. Подписывайся на мой канал, ставь палец вверх этому видосу. Ну и, конечно же, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Зацените эту новую рубрику на моем канале. Кому понравилось, тот, конечно же, ставит палец вверх и пишет комментарий, какую следующую прокачанную машину хочет посмотреть. Автобус. Ну и если же ты вдруг оказался владельцем какой-нибудь необычной машины, то свяжись со мной, будем делать обзор на твой автомобиль. Все.